всем привет давайте сегодня взглянем как вести свою игру чит-код я расскажу как бы это я ввел но быстренько не совершая многих каких-то действий которые в основном не нужны смотрите у меня есть я завел сюда персонажа теперь и у него есть библиотека функций которые я уже прошлый раз показывал вам предыдущем видео просто теперь она состоит из неких определенных значений которые мы сегодня как раз таки с помощью чит кодов будем изменять например у нас у персонажа давайте введем персонажу так как у него нету сейчас player контроллера давайте создадим ему player контроллер и уже дальше будем от него отталкиваться потому что он нам дальнейшем пригодится еще так это у нас контент first-person blueprint здесь и будем создавать так контент first-person да и blueprint запустим сюда да пойти назовем его май player контроля сохраним и в н графе что нам необходимо здесь это по сути мы не трогаем давайте сначала введем в game mode наш player контроллер она уже автоматически ввелся я в world settings уже установил свой game mode и естественно сюда плюсика нажав он уже подключился сохраняем если нет заходите game mode и там настраивайте открываем project settings давайте сделаем вот клавиши на action mapping поставим допустим название action это чит чит и сама клавиша выберем самую ненужную клавишу это scroll блок если кто-то задумался для чего она нужна но практически она не нужна кое-какие программы воспринимает его но это как это отжиток прошлого теперь с помощью скролока мы будем включать нашего чит получается отображение и мы его делать будем с помощью виджет блупринта назовем его видеть так давайте закинем сюда grid панель чтобы мы с панель чтобы мы видели закинем сюда текст бокс выставим его по низу середине так сделаем его большим чтобы мы все это могли видеть текст настроем пусть это будет у нас 40 скорее всего ведем текст чтобы мы понимали да в принципе достаточно вполне так настроем текст чтобы у нас был посередине если вам необходимо отображать вот строк то в принципе можете делать если же нет чтобы это все скрыть надо render opacity поставить в ноль то есть и мы это не будем видеть но я пока для вас включу его чтобы мы его видели но я его вообще выключу чтобы не было отображение ничего то есть нажимаете scroll lock и просто вводите теперь давайте player controller мы вызовем получается нашего так наш экшен мэппинг который мы создали да вот чиц набираем он самом начале вот экшен эванс чиц это как раз таки то что нам необходимо будем создавать здесь рейт виджет блупринт так выберем виджи чиц далее покажем это все на нашем экране это вьюф порт вызываем из нашего контроллера get player controller set input юай он ли мышка мы показывать не будем подключаем и на виджет фокус мы ставим наш виджет чтобы при показе виджета фокус сразу переходил на него далее мы переходим виджет так стираем наш текст ненужный мы его будем сами вводить включаем из время был наш текст бокс чтобы мы видели его в графе вот здесь в переменных и будем некоторые действия выполнять мы подали фокус на наш виджет но наш получается иди ты был текст бокс не воспримет этот фокус для этого нам надо подать с фокус именно сюда но если вы подадите его напрямую при создании он не не отыграет для этого делаем давай здесь уже сами поиграйте какое значение двое но даже вот этого 02 то есть на 20 микросекунд вполне достаточно чтобы вы не успели ввести даже буковку то есть можно уменьшить 01 005 там если вам необходимо но чем меньше тем может не возникнуть фокус именно на этот текст бокс далее нам необходим сам текст бокс и мы выбираем он текст ченджет наш эвент то есть это тот который обрабатывает нам вот текста в этот бокс ну теперь как мы в предыдущем видео делали по консольной строке то же самое делаем сравнение здесь есть вот несколько сравнений да вот именно текст эквал экс сект ли и эквал кейс инициатив получается смотрите если вы ставите 1 то он будет прямое сравнение делать текста то есть большие буквы маленькие буквы он будет сравнивать как есть если вы поставите нижние будьте писать маленькими у вас команды написаны большими ему без разницы так что я рекомендую ставить нижние вот это да но этот уже мы нам необходимости нету то есть вот два равно получается и мы будем сравнивать теперь выставляем наш бранч далее мы будем получается после сравнения здесь мы можем мэйк литерам текст чуть-чуть продвинем и здесь будем писать команды необходимые но сейчас подумаем насчет этого далее после тру мы будем выполнять какие-то действия но еще предварительно давайте сделаем чтобы наш и детей был текст очищался сет текст выбираем и даем ему пустую пустое значение ну по сути здесь все давайте это все запихнем в макрос напишем чит отредактируем немножко зайдем сам этот макрос подкорректируем его так во первых мы введем наше значение это что у нас входящая до давайте его за назовем input второе валью это у нас со сама команда пусть будет чик пусть чит команд и далее получается что мы на output должны подать наш тру и наш фолз теперь у нас есть выход на патру и на выход по фолз давайте тру полз чтобы мы понимали что это вообще теперь у нас есть полноценные команды которые мы принимаем входящие и сравниваем с каким-то значением давайте пусть это будет qw е наша наш чит код и с помощью тру мы будем получается выполнять что-то данном случае я создал в библиотеке функций несколько функций которые мы будем выполнять во первых это прибавляем жизнь нашему персонажу допустим вводите чит код и ваши персонаж либо становится там живым либо выпал получает какие-то бонусы у меня это библиотека начинается с чит давайте qw е мы будем вызывать чит хэлф то есть мы будем давать нашему персонажу дополнительной жизни или точнее полностью просто прописывать сразу 500 жизни но и там если не вам необходимо прописывайте что он допустим воскрешает анимации так далее это здесь уже ваше решение и после того как мы выполняем все мы по сути должны вызвать наш плеер контроллер далее это у нас set input game он ли то есть мы по сути включаем игру сразу да то есть мы переходим из нашего юаль в игру ну и при этом мы закрываем наш виджет римов from parent нашем персонаже сейчас жизнь равняется 60 так скажем жизненных так скажем позиции я не знаю как обозвать числовое значение 60 в общем если мы введем этот чит код у нас у персонажа будет 500 так здесь мы проверяем сохраняем компилим и давайте запустим так наш персонаж входит нажимаем scroll lock у нас появляется виджет которым мы вводим команду если мы вводим что-то неизвестное естественно мы закрыть кстати это не можем пока мы не ведем нормальную команду до qw и и слева сверху у нас было значение то что у персонажа появилось 500 жизни давайте сейчас быстренько внедрием персонажа другой чит код копируем эту же строчку на фолс вешаем input подключаем текст значение нашего асд будет допустим чит команды вот это мы делаем одно и то же выполняем нашу команду допустим из библиотеки функции чит cars то есть мы сейчас добавим нашему персонажу автомобиль и выполняется также закрытие нашего виджета давайте проверим наш персонаж двигается вводим команду асд и у нас появляется автомобиль что же нам необходимо чтобы если мы били от недействительный да вы можете его стереть но не сможете закрыть давайте в этом виджете мы создадим новую функцию нажимаем вот сюда где функция да вот вот сюда на эту галочку и вводим он кей даун допустим то есть мы будем отслеживать здесь нажатие клавиш гетки если получаем кнопку далее мы ее сравним и со значением каким-то вот я сейчас нажал желтой клавиатуры появилась нажимаю клавишу стрелок что мы его сразу сюда поставили ставим branch сравниваем если у нас true мы выполняем какие-то действия да в данном случае это приму from parent то есть мы закрываем наш виджет и на ритюра малью нам нужно подать такое значение как хендли то есть выполнен образно выполнено на фоллс нам по сути надо тоже поставить ритюр ноут я ее скопировал ставлю на фоллс ставлю но здесь из-за того что она не выполнена нам надо написать анхэндлит то есть не перепутайте иначе но может быть проблем и не будет конечно это я еще не проверял ни разу давайте сразу проверим просто самому стало интересно так сохраняем выходим мир нажимаем клавишу скролок ну как минимум ничего не произошло все нормально работает ну ладно но кстати обратно уже не открывается как ну ка может быть все таки из-за этого так проверяем открыли закрыли а так у нас персонаж не ходит все же почему но да потому что здесь надо тоже добавить давайте скопируем из нашего отсюда где мы закрываем и сет input мод game only нам надо вот сюда еще и поставить потому что он не воспринимает ни нажатия клавиш ничего теперь проверим нажимаем все отлично открывается закрывается так и давайте я набрал неправильный код естественно она не закроется пока вы не нажмете клавиши набирая код не виджет закрылся автомобили образно появился ну и также нажимаете первый код хп у нас как будто бы там прибавилось то есть вы так же можете вызывать не только допустим из библиотеки но естественно и самого персонажа для этого вам необходимо в констракт допустим добавить она вашего персонажа каст так это у меня библиотеки ферпер санча ректор gtr и давайте создадим переменную нашего персонажа и если у нас будет команда zxc мы берем нашего персонажа и вызываем из него какую-нибудь функцию которую вы там создали у меня там есть функция спаун то есть по сути то же самое спаун автомобиля но уже просто из самого персонажа и также подсоединяется общей логике закрытия виджета и удаление его проверим называем наш скролок zxc у нас автомобиль заспавнился и теперь смотрите если вам все таки не хочется вот этого виджета вы по сути можете просто сделать его невидимым но текст там будет вводиться но если вы нажимаете как скролок я в данном случае ее нажал сейчас вы ее не видите но двигаться вы не сможете нажимаете допустим клавишу команду и естественно начинает движение но скролок я думаю что мало кто нажимает так что это один из самых необходимых 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 клавиш для игры для того чтобы поставить что-нибудь такое секретное ну на этом все до скорой встречи всем пока